19 марта исполнилось 110 лет со дня образования подводного флота. В Москве в культурном центре при посольстве Республики Беларусь прошло торжественное мероприятие. Белорусских моряков-подводников тепло поздравили представители Российского военно-морского флота и городов воинской славы. Дань уважения морякам отдала и делегация города Серпухово, которую возглавил заместитель главы Владимир Батуков. В белорусском посольстве в Москве подводники России и Беларуси отметили 110-й год рождения подводника. Беларусь не имеет выхода к морю, но славится моряками-подводниками. Когда-то треть белорусских призывников уходила служить в военно-морской флот СССР. Поздравить коллег из Беларуси собрались представители Российского военно-морского флота. Старшим на рейде был бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев. Я хочу тепло и сердечно поздравить белорусов. Во-первых, мы подводники не различаем по национальности. Есть 200 тысяч моряков в Беларуси. Есть моряки, которые ходили на первых атомоходах на полюс. Есть моряки, которые служили вместе с нами. Я считаю, что праздник у нас совместный. У нас очень много моряков, которые снискали заслуженный авторитет. Это героическая профессия. Это профессия грамотных людей. Это профессия уважаемых людей. В ряду военно-морских войск профессия подводника стоит на особом месте. По признанию профессионалов, погружение на глубину открывает в человеке новые грани. Командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2», герой России Евгений Черняев провел под водой не одну тысячу часов. Я провел около 4,5 тысячи часов под водой. И когда были аварии с комсомольцем, я первый на него вышел. И потом 7 лет работали, консервацию провели на глубине 1700 метров. И на Курске тоже мы пришли после этой аварии для выяснения причин и состояния перегорки между первым и вторым отсеком. Так что еще раз поздравляю всех и рад находиться у вашей компании. Компания на встречу собралась самая достойная. Ветераны войны, адмиралы, командиры, герои России и Беларуси отдали дань уважения защитникам водных границ и морякам Дунайской флотилии. Леонид Герасимович Черный тоже был участником боевых действий по освобождению стран Европы в составе Дунайской речной флотилии. Фамилия у него Черный, а Беларуси – Светлая Нила. В честь его выпущен сувенир. Я считаю, как он получит много сувениров, он всем участникам следующего сбора раздаст по вот такой прекрасной тарелке, где изображена его фотография и как он идет в составе флотилии в атаку на вражеский берег. В числе почетных гостей подводников был и Серпухович, член Совета ветеранов Серпуховского региона, капитан второго ранга в отставке Михаил Алешин. Моряков тепло поздравил дипломат белорусского посольства Иван Гулевич, заслуженный артист России Михаил Ножкин и руководитель исполнительного комитета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Юрий Чмутин. У нас у Ракетчика девиз очень прост. После нас тишина. Поэтому, подводники, принимайте наш девиз, зная, что у вас тоже имеется ядерное вооружение, и после вас тоже будет тишина. Мероприятие стало одним из первых событий в рамках реализации российско-белорусско-патриотической акции «Морское братство Нерушима», которая направлена на чествование моряков-героев, выходцев из сухопутных регионов. Одним из номеров программы встречи стала презентация фильма о легендарном белорусском флотоводце вице-адмирале Георгии Холостякове, снятого кинематографистами России и Беларуси. Елена Киселёва, Даниил Белинов, Ольга Волкова, Общественное телевидение Серпухов.